Пять лет колонии общего режима, запрет на введение бухгалтерской деятельности, выплата многомиллионного долга компании по налогам. Такое наказание для бывшего главбуха туристической компании СПБ Турс потребовала прокурор на последнем заседании суда. Держинский районный суд Санкт-Петербурга 28 февраля вынес более мягкое решение. Бухгалтеру дали три года условно, признав ее и директора виновными в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По моему мнению, прокуратура запросила не то, что большой, а практически максимальный. Пять лет лишения свободы для одинокой мамы, которой двое малолетних детей, отсутствует супруг, нету бабушек, дедушек и своих родителей, которые смогли бы... Я считаю, что даже если бы и вина Филимоновой была доказана, она не убила никого. Анна Филимонова устроилась туристическую компанию по трудовому договору в 2014 году. Еще до ее прихода были превышены лимиты по УСН и созданы дополнительно две фермы. В них Анна тоже ввела учет по договору о оказании услуг. Главбух получала документы и отражала операции в учетной системе. Доступа к счетам и распределению выручки у нее не было. При предпоследнем бухгалтере создала вот эту всю систему и создалось количество этих компаний. Налоговики на проверке обвинили директора в дроблении бизнеса с целью остаться на упрощенке. Во время допроса директор сообщила, что якобы схему дробления бизнеса ей подсказала бухгалтер. Это действительно в ее стиле. Говорит, я здесь ни при чем, все бухгалтер виноват. В итоге бухгалтер, которая вела учет в компании только год, оказалась на скамье подсудимых. Теперь Анна осуждена по уголовной статье. Сейчас с адвокатами она обратилась в апелляционный суд, чтобы обжаловать приговор. Продолжение следует... Продолжение следует...